11% в месяц приносит нашей команде DeFi-стратегии, про которые сегодня я расскажу. На обзоре у нас протокол Stella, в котором команда DeFi Club открыла за последний месяц больше трех стратегий с очень привлекательной доходностью. На одной из них мы заработали 21% в токене Arbitrum за 18 дней. Кстати, если ты еще не слышал про DeFi Club, то это самая мощная крипто-комьюнити в СНГ. А также аналитический сервис, куда стекается вся самая качественная информация по всем актуальным направлениям крипторынка. Протокол Stella – это децентрализованный сервис, который позволяет открывать позиции с бесплатным плечом, за который не нужно платить комиссию. Платите вы только процент с прибыли, которую зарабатываете на той или иной DeFi-стратегии. Заработанная вами прибыль будет распределена на три части. Первую часть получите вы, как владелец позиции. Вторую часть получат поставщики ликвидности, за счет которых вы и берете плечо. И третью часть заберет протокол в виде комиссии. Если вы новичок крипте и какие-то термины для вас непонятны, не пугайтесь. Я оставлю ссылки на более базовые уроки в описании. Да и на практике все намного проще. Давайте взглянем на инвесторский аудит протокола Stella от DeFi Club. Протокол молодой, всего 4 месяца на рынке. TVL плавно растет и уже составляет 2 миллиона. Аудиты есть, прозрачная и понятная бизнес-модель, с выплатой в сильных активах. По сути, с протоколом все отлично. Идет активная разработка, но смущают некоторые факторы. В виде отсутствия активных социальных сетей, баг-баунти и общедоступности команды. По этим причинам мы не можем поставить более высокую оценку протоколу и записываем его в высокорисковые. При этом не будем забывать, что именно такие молодые, high-risk проекты дают возможность зарабатывать действительно большие комиссии, чем мы, конечно, воспользуемся. Открыв главную страницу протокола Stella, мы увидим просто феноменальные проценты на знакомые нам позиции. Но за счет чего получаются такие проценты? Как раз-таки за счет плеча, который нам предоставляет Land. Но об этом чуть позже. Здесь мы можем зайти в аналитику и посмотреть, что на сегодняшний день происходит. Сколько позиций закрывается в плюс, сколько позиций закрывается в минус. Вот здесь вот есть вкладочка, по ней сортируем и видим, что в STETH 85% закрывается в плюс. Здесь 68% у Pendle ETH и так далее. Мы можем посмотреть статистику по каждой из стратегий и понять, сколько процентов закрывается в плюс. Также обязательно нужно зайти в лидер-борд. И тут мы увидим все открытые и все закрытые позиции. Их можно отсортировать по PINEL, по IPR. Можем посмотреть вот закрытые позиции. Люди фармили по 600-500% годовых в моменте на фармиле. 1,8% за буквально какой-то один день. Или, например, 13% PINEL за 11 дней. И открытые позиции, которые работают на текущий день и приносят доходность своим авторам. Этот лидер-борд мы можем использовать для открытия позиции. Например, мы можем просто копировать позиции других игроков. Мы можем увидеть сумму, с которой была открыта позиция PINEL и IPR. Зайдя в позицию, мы увидим, что, собственно, человек сделал, с какими параметрами открыл позицию. И скопировать полностью стратегию, нажав кнопочку Go to Strategy. Так откуда же берутся такие высокие проценты? И в чем главная особенность данного протокола? Это бесплатные займы на открытие позиций. У стелы есть внутренний лендинг, куда может предоставить ликвидность любой желающий и получать очень хорошие проценты. Чтобы увидеть эти пулы, мы можем зайти в вкладочку Land, собственно, лендинг, и увидеть проценты, которые можно получить на стейкинг тех или иных активов. Вот тут эфира, например, можно отдать в пул под 12% годовых. И обратите внимание, если вы нажмете вот сюда, то тут будет два пула. HyperPool и StandardPool. StandardPool – это обычная стратегия, без высоких рисков. HyperPool – это пул, который используется в более высокорисковых стратегиях. Уровень риска стратегии вы можете посмотреть в стратеже. Вот сейчас две высокорисковые стратегии. Тут относительно новые протоколы и очень большое плечо, за счет чего и доходность выше. Поэтому я рекомендую изначально изучить эти протоколы, прежде чем инвестировать в пул с высокими рисками. Но в целом, конечно, сами стратегии гораздо привлекательнее, чем лендинг. Для пользователей, которые открывают позиции с плечом через протокол Стелла, займ предоставляется бесплатно. И выплата за займ идет исключительно в виде процента с прибыли. Это абсолютно уникальная бизнес-модель, которая позволяет пользователям защититься от китов. Раньше в подобных протоколах кит мог выйти из ленд-позиции и вытащить большую часть ликвидности. И процент по займу мог увеличиться в разы, съедая всю прибыль и вводя позицию пользователя в минус. К примеру, мы открывали позицию на Дельта Прайме с доходностью 35%, из которых 11% уходило на погашение займа. 24% годовых составляла чистая доходность позиции. И тут какой-то из китов закрывает свою ленд-позицию и выводит большую часть из пула, из которого предоставлялся займ. Соответственно, спрос в моменте не падает, а предложение резко ограничивается, что заставляет проценты неимоверно расти. Наша позиция начинает уходить в минус, и если резко не среагировать и не закрыть позицию, то это может привести к большим финансовым потерям. С протоколом Стелла эта проблема была полностью решена, ведь тут мы платим только процент с прибыли. То есть вне зависимости от причины ухода нашей позиции в минус, при ее закрытии мы ничего не заплатим инвесторам и протоколу, если наша позиция не находится в плюсе. Ну а если находится в плюсе, то мы разделим прибыль. Если вы зайдете на главную страницу протокола, то вот здесь внизу вы найдете документацию, с которой я вам настоятельно рекомендую ознакомиться. Это очень полезная вещь, которая описывает абсолютно все процессы, которые происходят в данном протоколе. Здесь же вы найдете аудиты. Если вы не знаете английский язык, то можно перевести на русский через расширение и все точно так же изучить. Тут все максимально просто, понятно, написано. Если что, у ребят довольно активный дискорд, мы не раз задавали там вопросы. Вот здесь можно будет его найти, вот здесь, в главной странице, перейти по вкладочке в дискорд и задать любые вопросы, вам там помогут. Также есть очень полезный раздел аналитика, в него мы уже ходили, но обратите внимание, тут есть метрики. Можно посмотреть, сколько пользователи зарабатывают, сколько теряют по абсолютно каждому дню. Точно так же вот здесь есть открытые и закрытые позиции, либо в плюс, либо в минус. Вот всегда у нас практически плюсовые позиции на этом протоколе перевешивают минусовые. Также здесь можно посмотреть различные метрики, аналитику по позициям. Обязательно здесь посидите, поизучайте, хоть протоколы новые, очень качественно сделана аналитика. Все метрики очень подробно и понятно сделаны. И переходим в раздел стратегии. Давайте на примере покажу, как это вообще все работает. Стратегия арбитром USDCE, которая работает на Uniswap. Здесь мы видим доходность максимальную, которую можно получить с плечом. Здесь доходность позиции без плеча. Плечо, которое можно взять на позиции. И протокол, в котором мы открываем. Вот мы видим, что тут есть Trader Joe, есть Uniswap. Вот новые high-risk стратегии появились недавно. Ну, давайте на арбитром USDCE. Эту позицию мы как раз-таки в DeFi Club недавно открывали. Открыв позицию, нас встречает широкий диапазон, средний диапазон и узкий диапазон. Еще одной особенностью протокола Stella является то, что мы открываем нашу позицию на 30 дней. То есть, открыв позицию на данном протоколе, вы можете ее закрыть в любой момент, но не позднее, чем через 30 дней. Потому что через 30 дней она закроется автоматически, чтобы распределить прибыль. Если позиция в минус, то, соответственно, вы не будете ничего должны, не будете ничего платить. Если позиция в плюсе, то прибыль разделится между вами, участниками пула и протоколом, который возьмет свою комиссию. То есть, так или иначе, Stella – это спекулятивный high-risk протокол, потому что тут есть плечо. Но, тем не менее, он позволяет формить очень хорошую доходность даже без угадывания рынка. Значит, возвращаемся к нашим диапазонам и видим, что это очень узкий диапазон. Вообще, тут диапазоны очень неплохие. Их Stella выбрала как наиболее оптимальные с точки зрения данных стратегий. Если хотите, то проверьте все через Raven. Если вы не смотрели видео про Uniswap, Persia 3.0 и как делать 120% годовых на Uniswap, Persia 3.0, то обязательно посмотрите вот это видео. Там я подробно рассказал про Raven.finance, где мы можем взять диапазон, проверить наиболее оптимальный диапазон, провести бэк-тесты. И, соответственно, вы идете на Raven, проверяете диапазоны, возвращаетесь сюда и выбираете ту или иную стратегию. Значит, что нам тут не понравилось? Ну, узкий диапазон вообще не имеет никакого смысла, потому что рынок довольно волатилен. И доходность тут хоть и высокая, но она абсолютно не имеет места быть, потому что, скорее всего, мы вылетим из этого диапазона, какой бы актив мы ни взяли. Значит, дальше идет Medium и широкий диапазон. Широкий диапазон – слишком маленькая доходность. Она не интересна абсолютно, потому что все-таки Stella – это high-risk стратегия, и фармить тут маленькие проценты вообще не хочется. А вот Medium – самая оптимальная стратегия, которую мы здесь нашли. Соответственно, выбрав Medium, мы переходим к следующему шагу. Это Supply и Borrow. Здесь мы выбираем токен, в котором мы будем открывать позицию. Например, возьмем 1000 USDC. Абсолютно не важно, в каком токене вы откроете позицию. Протокол все равно автоматически возьмет нашу 1000 USDC, закупит на половину или чуть больше, или чуть меньше половины арбитром и откроет в том диапазоне, который на текущий момент наиболее выгоден с точки зрения Stella. После чего откроется вкладочка Borrow, где мы выставляем наше плечо. Здесь можно выбрать плечо вплоть до 5X. Но это очень опасно, потому что вот здесь показывается наш health factor. Здесь он показывается в виде процентов. Если будет 100%, то нашу позицию ликвидировать. Да, конечно же, тут появляется ликвидация, потому что это фарминг с плечом. И деньги идут из лендинга. А наша позиция, которая открыта вот этот 999 долларов в конкретном случае, является обеспечением. Что происходит, если мы, например, берем стейблкоины в долг? На практически половину этих стейблкоинов в данном случае протокол закупят токен арбитром. И если в данном случае токен арбитром просядет в цене, и потери нашей общей позиции будет больше, чем на 1000 долларов, то нашу позицию, конечно, ликвидируют. Поэтому будьте очень аккуратны с плечом. Я не рекомендую использовать плечо выше третьего. Мы используем 2,5, этого вполне хватает, чтобы он 58% годовых зафармить на арбитром USDC. Это только комиссия, без учета того, что рынок пойдет вверх-вниз. А если мы пытаемся угадать рынок, то здесь может быть дополнительная доходность с плечом. То есть этот инструмент, если вы, не дай бог, занимаетесь трейдингом, гораздо интереснее с точки зрения спекуляций. Потому что пока у вас актив находится в диапазоне, вы выфармливаете комиссии. То есть процент от комиссии с каждого обмена на Uniswap прилетает к вам на кошелек. А если вы угадали рынок, то вы зарабатываете дополнительно на том, что в данном случае взяли стейблкоины, поменяли их на арбитром, арбитром вырос. И когда вы закрываете позицию, происходят все те же обратные действия. Арбитром продается, вы возвращаете займ, а часть прибыли оставляете себя. Значит, тут у нас на сегодняшний день пишут, что невозможно взять позицию, потому что недостаточно ликвидности в пуле. Да, такое бывает. Протокол молодой, всего 2 миллиона TVL, и сейчас ликвидности на всех не хватает. Тем не менее, со временем протокол, я думаю, будет становиться популярнее, потому что бизнес-модель очень интересная, и рынок сюда обязательно придет. И, соответственно, когда будет достаточно доходности в пуле, можно будет открыть лонговую позицию. Или можно открыть шортовую позицию, например, взять в долг арбитром. На 2,5 плеча он берет 1858 арбитрома на 1498 долларов. В случае шорта мы берем арбитром. Арбитром делится, опять же-таки, на две части, потому что у нас в паре USDC и арбитром. Разделив арбитром, часть арбитрома мы продали. И когда мы будем закрывать позицию, нам надо будет его купить. Соответственно, если арбитром пойдет вниз, то мы закупим арбитром по более дешевой цене. И часть USDC у нас останутся. Арбитром мы вернем, часть USDC останется нам в виде прибыли. И также точно есть нейтральная стратегия. Это когда мы берем два актива в равных частях. Кстати, очень наглядно на графиках можно посмотреть эти стратегии в протоколе Extra Finance. Давайте я вам покажу. Вот протокол Extra Finance, нажимаем тут Enter App и заходим в любую позицию. Например, USDC Velo. Здесь нажимаем Farm, так, подключим MetaMask, быстренько. Нажимаем Farm, здесь можно выбрать нейтральную стратегию, выбрать 3x. И вот он наш график. И мы будем видеть, вот эта зеленая палочка, это, собственно, где цена находится на данный момент. И мы будем видеть, что будет происходить с нашей позицией, если цена будет отклоняться влево или вправо. Соответственно, красная черточка – это ликвидация. Вот посмотрите, как будет изменяться график, если, например, мы выберем лонговую позицию с тем же самым третьим плечом. Если цена вело будет расти, то, соответственно, мы будем зарабатывать. Если цена будет падать, то нашу позицию может вот здесь вот ликвидировать на красной черте. Ну и Short у нас вот такой вот график получается. Тоже линия ликвидации. В общем, потыкайте, очень интересно и наглядно можно разобраться. Кстати, на протоколе Extra Finance мы тоже фармим, и там есть интересные стратегии. Если хотите, сниму про него видео. Обязательно напишите про это в комментариях. Итак, возвращаемся к Stelli. Здесь мы, собственно, выбираем нейтральную стратегию, Short или Long. Можно выбрать вот такой интерфейс, который более подробный, где мы можем в процентах выставить, сколько какого актива мы хотим взять в долг. Что-то он позволит дать, что-то не позволит. На сегодняшний день он не дает взять USDC, потому что пул не наполнен. Значит, это на вкус и цвет вы можете поэкспериментировать, что вам интереснее. И обязательно следите за вот этими показателями, потому что когда даже желтеньким становится цена, уже есть повышенные риски. 2,5 плечо, вот 72% health factor, выглядит довольно безобидно. Но и процент будет чуточку меньше. Напоминаю, что это проценты только по фармингу комиссий, и они неплохие. Если цена пойдет туда, куда мы угадали, то мы заработаем кратно выше. Вот здесь вот у нас порог ликвидации будет написан, если наведем 0.81 USDCE за Arbitrum. Если к такому значению приблизится наша цена, то мы потеряем всю нашу позицию. Далее мы видим, какого числа будет закрыта наша позиция автоматически и распределена прибыль. И далее мы увидим, как будет открыта наша позиция. Вот Arbitrum будет на 1544 доллара, USDC на 1245 доллара. И здесь текущий диапазон. Собственно, опробуем USDC, нажимаем Open Position, и все, позиция будет открыта, и появится она у вас вот здесь, View Position. И помните, что фарминг с плечом имеет повышенные риски, потому что появляется риск ликвидации. Обязательно экспериментируйте с открытием позиций на небольшие суммы. Мы вообще не используем больше 5% нашего общего DeFi портфеля на позиции фарминга с плечом. Вы всегда можете посмотреть наши готовые DeFi стратегии со всеми диапазонами и рекомендациями в DeFi Club. Ну или попробовать открыть их самостоятельно. Обязательно напишите комментарий, если это видео было вам полезно. Ну а я желаю вам удачи в познавании DeFi. Ведь эта индустрия не стоит на месте, и тут буквально каждый день появляется что-то новое. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok